приветствую вас дорогие друзья на канале компании купи салон меня зовут алексей крыловецкий я ведущий этого канала уже достаточно давно он практически бессменный вот хотя думаю что пришел момент когда стоит задать вам вопрос а не пора ли поменять ведущего у нас есть потрясающий совершенно сотрудник даже сотрудница которая начинает уже вести у нас инстаграм и тик токи кстати если кто-то еще не подписан вот обязательно на инстаграм и на тик ток подписывайтесь ссылки будут как обычно в описании к ролику и если в комментарии вы напишите плюс я сочту это за комплимент моим способностям и продолжу соответственно вести наш канал если минус то периодически в кадре появится еще и света посмотрим как у него это будет получаться надеюсь вы ее поддержите в таком случае ну а мы переходим к теме этого выпуска перетяжка автомобиля тойота альфар смотрим на этот автомобиль и видим что салон у него стал значительной степени таким карамельно-рыжим очень кстати мягкий приятный оттенок и этот автомобиль действительно в очень большом объеме был переделан ну во-первых первое что нас попросил сделать владелец это убрать потолка потолочный монитор дело в том что у альфарда весьма устаревший толстый такой массивный монитор совсем с небольшой диагональю который практически никто из владельцев не смотрит и вместо этого монитора мы установили вот эти очень привлекательные андроидные мониторы на подголовнике каждый из них работает по отдельности и у каждого из пассажиров есть возможность на втором на третьем ряду сидений например смотреть свой контент или лазить в интернете или слушать музыку пожалуйста это теперь стало возможно отличное совершенно решение универсальное подходит на многие автомобили так что при перетяжке не забывайте спрашивать можем ли мы это сделать и мы с радостью вам такую опцию продемонстрируем значит смотрим дальше вот все что рыжекарамельное все переделано и в принципе практически сразу понятно что объем работы в автомобиле проведен колоссальный что не видно не видно то что сокрыто под всеми обивками естественно для любого такого крупного проекта первым делом разобрав салон мы начинаем делать полную шумоизоляцию делаем ее по-настоящему качественно используя только материалы комфорт мат в максимальном количестве слоев насколько позволяет сам автомобиль как внутри так и даже подлезаем со стороны подкрылков туда залезаем и там тоже полностью делаем шумоизоляцию аккуратно и и прокатываем везде куда можно только добраться проклеиваем и таким образом автомобиль становится существенно тише это особенно важно и даже принципиально для такого крупного автомобиля однообъемника в котором звуки конечно распространяются очень легко и любой сверчок любой любое попадание камушка например в кузов она будет отдаваться эхом салоне это некомфортно особенно когда делаешь вот такой представительский автомобиль из очень простого скучного и даже я бы сказал такого знаете убого скудного интерьера тойоты мы как раз добавили немножко анатомии с тем чтобы посадка была более глубокой да и даже я бы сказал немножко спортивной если можно таким креслом применить этот термин и действительно сидишь теперь уже глубже не съезжаешь никуда как в литой сидение мега удобный помимо того что в этом кресле штатно есть и подогрев и вентиляция мы до установили сюда поясничную опору и массаж кнопку расположили в том же месте что и в предыдущей машине внимательный зритель наверняка увидел что рядом с блоком подстаканника есть какой-то кармашек такой немножко несу разные может быть дело в том что владельца большой телефон широкий до прошка iphone и он по ширине не влезает штатное место где хранится телефон это вот сразу под кнопкой управления поясничной опоры 4 позиционные восьмиточным пневматическим массажем не стесняюсь рассказывать про какие-то знаете вот недоработки все мы люди все мы человеке все мы работаем над собой постоянно стараемся как-то развиваться мы поставили в этот огромный автомобиль только вдумайтесь 1200 точек для того чтобы над головой мерцало небо и знаете что сказал владелец мало 1200 точек это как в роуз-ройсе но на таком огромном потолке они все-таки достаточно разреженно расположены и не так ярко блестят и оказывается что действительно нам придется поставить еще один второй блок и я не уверен что кто-то вообще это делал но в этой машине будет две с половиной тысячи точек световодов которые будут подсвечиваться управляться с единого блока с телефона с мобильного приложения и таким образом владелец сможет совершенно различные режимы там и метеориты летающие разные совершенно включать для того чтобы расслабиться ну а помогать ему в этом будут вот эти декоративные шторки сделаны один в один по цвету под алькантару и под эко-напу из которой сшиты сами сиденья здесь мы сделали ромбики без фигурной перфорации и в этом тоже есть свой определенный кайф ну а для того чтобы совсем было удобно на подголовниках 2 и 3 ряда а также на самих сиденьях мы еще пошили вот такие аккуратные удобные подушечки которые к слову удобные не только в этом автомобиле но в принципе в любом другом и если вы думаете а чтобы такого можно было подарить своим близким родным любимым вот вам отличный вариант эта подушечка которая может из машины в машину кочевать и таким образом соответственно с вами достаточно длительное время во многих ваших автомобилях вам служить верой и правдой шея не будет уставать спина будет в тонусе я вам советую всем обратить на это внимание перешили еще верхнюю часть дверей так называемый батон их тут целых шесть штук да потому шесть передние двери сдвижные двери второго ряда и на третьем ряду есть борта их тоже перешили пустили декоративную строчку в тон и канапе алькантари до такого же рыжий карамельного цвета и конечно фактура сильно изменилась и вместо этой дешевой прорезиненной поверхности которой рука прилипает вот если кто-то любит летом открыть окошко да и положить руку и на знает наверняка что потом через 15 поднимает она вся мокрая так вот здесь уже хорошая качественная натуральная кожа которая таких ощущений приятных не создаст ну и естественно невозможно было бы завершить этот проект если бы не сделали верхнюю панель торпеда естественно на с таким же декоративным швом также подушку руля и саму баранку руля вместе как говорится веселее ну а все остальные мелкие какие-то элементы работы все это конечно было по ходу добавлялось 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 и я рад что весь проект получился таким масштабным массивным ну а я желаю всем удачи и успехов надеюсь что вы следите за нами в наших аккаунтах в инстаграм вконтакте facebook на drive2.ru и теперь в тик токе подписывайтесь на наш канал кликайте колокольчик следите за выходом новых серий не забывайте оставить пару комментариев нам это приятно всем удачи спасибо пока